Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Представляем обзор событий, которые произошли в Рязани, а то и в определенном отдалении от нас. Коротко о том, что мы вам намерены сегодня показать и, соответственно, рассказать. Не разъехались резонансные автоварии произошли в Рязани этой ночью и днем. Следить буду строго. Начальник регионального управления антимонопольной службы Владимир Луканцов сообщил о начале работы горячей линии по неоправданному подражанию продуктов. А теперь приступим к главным темам этого дня, которые стали предметом обсуждения в столице области. С утра молва разнесла по горду известие о трагедии в центре Рязани. Народ обсуждал подробности ночного столкновения мотоциклиста с Уазиком на перекрестке улиц Есенина и Горького. Как выяснилось, такое вот полуночное литературное пересечение стало, увы, местом последнего вздоха для мотолюбителя. 19 августа на перекрестке улиц Есенина и Горького произошла авария с участием мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта решил проскочить на красный сигнал светофора, но набранная скорость, к сожалению, не позволила ему вовремя затормозить. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его пассажир также получил травмы и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Водитель автомобиля УАЗ не пострадал. А сегодня, буквально несколько часов назад, недалеко от поселка Агропустынь, произошло еще одно ДТП со смертельным исходом. Четверо мужчин на автомобиле Лада Калина двигались в сторону Рязани. Водитель не справился с управлением, в результате чего на большой скорости автомобиль улетел в кювет. В автомобиле транспортного средства, кроме водителя, находилось еще три пассажира. Все взрослые мужчины. Двое из них получили серьезные травмы и с места дорожной аварии были госпитализированы в больницу. Пассажир, 48-летний мужчина, который находился на переднем пассажирском сидении, получил смертельные травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Автовладельцам, говорят дорожные инспекторы, следует твердо усвоить простые истины. Ни один среднестатистический водитель не имеет права назвать себя асом. Это во-первых. А во-вторых, транспортное средство лишь железка со сложным механизмом, который может отказать в любой момент. Не гоняйте, не лихачьте, не подвергайте опасности жизни невинных людей. Всех нас дома ждут родные. Информация к сведению. В российских автошколах теперь будут больше времени отводить для психологической подготовки будущих дорожных асов. В отдельный теперь выделен предмет психофизиологические основы деятельности водителей. Отведено на него 12 часов аудиторных занятий. Большое внимание предполагается уделить психологическим тренингам, на которых будут обыгрываться различные ситуации. Начинающим стоит знать, как выйти из затруднительного положения, в том числе, если, например, на вас бежит с дубиной некий дядя и кричит «Ты чего такой сякой занял мою парковку?». Это, конечно, шутка, но ведь она так близка нашей действительности. А вообще, главное, надо бы втолковать на таких занятиях молодым водителям, что правила дорожного движения выработаны и обязательны к соблюдению для всех и каждого днем и ночью, в том числе и для таких великих и отчаянных дорожных дартаньянов и бэтменов, как они, новички. Еще трагедия, которая произошла в понедельник. В Новомичуринске при проведении работ в коллекторе погиб рабочий местного водоканала. Его напарник в бессознательном состоянии попал в больницу. Следователи ведут проверку всех обстоятельств происшествия. Разбираться в причинах ЧП будет и начальство. Банальная причина. Работа в колодце, в канализационном колодце, значит, без должной вытяжки и без должного контроля, без соблюдения, скорее всего, правил техники безопасности. Я прошу Ахметова, я понимаю, там сейчас следственные органы работают, но я прошу Ахметова по служебной линии разобраться с причинами, дать соответствующее поручение на проведение инструктажей дополнительных на рабочем месте по всем коммунальным предприятиям, частной, государственной, муниципальной собственности и так далее. Причем это муниципальное предприятие. Второе. В взаимодействии с правоохранительными органами, которые расследуют, после установки причин привлечь тех, кто обязан был и следить за охраной труда, значит, и плохо привлечь к ответственности вплоть до увольнения там и так далее. И еще об одной резонансной трагедии. В Рязани вчера ночью 43-летний горожанин получил смертельный удар ножом. По первоначальным данным все произошло как-то уж очень буднично, даже пугающе буднично, уличные ссоры, драка и роковой удар ножом. Около трех часов ночи 19 августа 2014 года на остановке улицы Новоселов 53, микрорайон Дашково-Песочный города Рязани, между тремя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В ходе драки неизвестный нанес 43-летнему рязанцу удар ножом в бедро и скрылся. В результате полученной травмы пострадавший, успев перейти дорогу, скончался от кровопотери возле торгового центра Шереметьевский. В этой связи для органов следствия существенное значение имеют показания водителя автомашины, предположительно темного цвета, кузов типа хэтчбэк, который в указанное время подвозил от торгового центра Шереметьевский мужчину, которому на вид 30-35 лет, одет был он в светлые джинсы, кофту по типу Олимпики с капюшоном, в руках у него были спортивные и большие сумки. Просим водителя указанного автомобиля обратиться в правоохранительные органы и в железнодорожные межрайонный следственный отдел города Рязани по адресу улица Братиславская, дом 25, по телефону 92-06-45-96-09-63 или 02. Печально, но теперь даже в банальных уличных стычках все чаще в ход идут ножи и прочие опасные предметы. Раньше как-то обходились кулаками, а когда-то вообще в таких случаях действовал неписанные правила лежачего не бьют. К другим темам. Российская общественная палата организовала горячую линию по росту цен на продукты. Как известно, наша страна дала ответ на западные санкции, ограничив импорт из целого ряда государств. В соответствующий список попали говядина, свинина, птица, колбаса, морепродукты и так далее. Под это дело, как говорится, возможен неправомерный всплеск роста цен на продовольствие, о чем граждане уже и сообщают по телефонам прямой линии. Большинство жалоб связано с повышением цен на курицу и мясо, а в целом, по сообщению специалистов Федеральной общественной палаты. Граждане указывают на подражание молочной продукции, главным образом сыра, а также красной рыбы, фруктов и овощей. Информагентство сообщает, что глава комиссии общественной палаты по соцподдержке и качеству жизни Владимир Слепак уже направил запросы о подражениях в Федеральную антимонопольную службу и Генпрокуратуру. Горячие линии открыты и Рязанским управлением антимонопольной службы. В соответствии с постановлением правительства на антимонопольные органы возложена функция по мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары. Должен сказать, что государство выступает здесь единым фронтом. На прошлом неделе было совещение соответствующего регионального правительства с приглашением и представителей федеральных, региональных сетей, ритейлеров, приглашением рынков, владельцев, так сказать, объектов нестационарной торговли. По своей линии, по линии Федеральной антимонопольной службы, мы получили соответствующие указания и организовали горячую линию формы 2. Можно позвонить по телефону 25 54 51 и сообщить о росте цены на социально значимые продовольственные товары. Можно заполнить соответствующую форму контактную на сайте Федеральной антимонопольной службы. Скажите, пожалуйста, как давно работает линия и есть ли уже обращения граждан на данный момент? Обращения нам поступают где-то четверга прошлой недели. Горячую линию мы открыли с начала этой недели, с понедельника. Готовы принимать обращения, готовы реагировать на них. Обращения порядка 20 в день поступают к нам. Мы занимаемся тем, что проверяем обоснованность этих обращений. Любопытное сообщение пришло из Украины, где недавно состоялась синтронизация новоизбранного предстоятеля митрополита Ануфрия. В СМИ опубликовано сообщение о том, что во время пресс-конференции председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата прото-егерей Георгий Коваленко заявил, как граждане Украины мы думаем о ситуации с Крымом, так же, как думает наше правительство и все мировое сообщество. Крым является территорией Украины и должен быть возвращен в состав украинского государства. Ну, тут украинский батюшка должен уж сам разобраться в задачах священника. Заниматься все-таки служением Всевышнему или, в первую очередь, земному правительству, подтягивая, кстати, ничтоже сумняшуюся разум, уж заодно все целиком мировое сообщество. Вот мнение в этой связи эксперта нашей программы отца Павла. Для нас является несколько непривычным, когда церковные деятели, особенно церковные деятели довольно-таки высокого уровня, начинают высказываться по тем или иным позициям для нас, казалось бы, политическим. Но мы забываем о том, что, как и любой человек, политический деятель имеет право высказать ту или иную свою личную позицию. И когда, к примеру, святейший патриарх московский себя Русил Кирилл озвучивает ту или иную позицию, которая, на его взгляд, является оптимальной, почему-то эту позицию начинают рассматривать как императив, как какое-то обязательно давление и пожелание сверху. Но это не так. Каждый человек имеет право выбора и имеет свободу. И то, что тот или иной политический деятель, член церкви высказывает свою позицию, которую он видит именно в таком аспекте, в этом ничего не должно быть негативного. И это не должно ни в коем разе каким-либо образом смущать прихожан или смущать, наоборот, людей, которые в церковь не ходят. Это личное мнение человека и не более. В очередной выезд по просьбе граждан отправилась сегодня Оксана Тебенихина, дежурный редактор по этой среде. Этот дом появился по адресу Касимовское шоссе 38 в начале 70-х. С тех самых пор за 4 десятилетия в 16-й этажке ни косметического, ни капитального ремонта так ни разу и не провели. Дом разваливается буквально на глазах. Бетонные перекрытия лопнули, между стенами образовались огромные щели. С потолка в электрощечки льются ручейки воды, которые, в свою очередь, стали причиной образования грибка и плесени в углах. Идет расслоение панелей, трещины в углах окон, постоянные вот у меня в квартире треск, у меня лопнуло потолочное перекрытие, а мне говорят, что ничего страшного в этом нет. Плиты отслаиваются, межквартирные плиты, вот в общем коридоре пользования, там у нас вообще кошмар, там вообще ужас. Стена валится или вывалится, не знаю. Вот был как-то ураган, дверь с петель слетела у нас на 13 этаже, а кто ее будет ставить? Некому, все пенсионеры. И вот стоит эта дверь, и вторая дверь, и первая, и вторая дверь, все разбитые. И входная дверь тоже сама вся разбитая. Некому делать. Никакие рычаги давления жильцов на ЖУ номер 17, по их словам, не срабатывают. Люди исправно платят в казну коммунальщиков по всем пунктам жилищного преискуранта. Но куда деваются их кровные, на которые, по идее, должно привести их жилье в порядок, непонятно. Денег на дом найти никто до сих пор не смог. Зато отписки из самых разных органов власти приходят исправно, в срок. Жители дома уже отчаялись предпринимать попытки привести в порядок хотя бы главную фановую трубу. Здание дало крен, и любые стационарные установки, связанные с канализацией и водоотведением, дают течь. А полгода назад в доме произошел страшный потоп. Причиной тому, по мнению жильцов, вообще стал саботаж. За то, что мы два года обращаемся во все инстанции, нам залили в двухкомнатных квартирах кухни почти до середины дома. На крыше есть вентиляция, вот хоть вентиляции нету, а эти проемы существуют. Туда шланг был опущен, шланг, и пострадали вот двухкомнатные квартиры. Кем был опущен шланг? Говорят, это были диверсанты. А кто так сказал? Ну, начали к ЖКУ. И так на суде представляют, что в дом проникли диверсанты. Они утверждают, что они ключи от чердака и подвала выдают под роспись. Все это неправда. Там висели китайские замки, которые открывались рукой. Это действительно страшно, жить в собственной квартире и слушать по ночам, как потолочные плиты над твоей головой ходят ходуном, скрипя, треща и крошась. Тут уж не до иронии. Упадет кусок бетона на голову, и пиши пропало. А от такого халатного отношения руководство 17-го ЖЭО не столько к жилищным условиям граждан, сколько к их жизни, утверждают люди, руки опускаются. Вот так. И существуем мы в мирное время, рискуя того и глядя остаться под открытым небом. Грустно-то как, господа товарищи. Это последнее сообщение на сегодня. Прямо сейчас входят в рабочий режим студийные камеры программы подробностей. Здесь командует сегодня Олеся Харлина. Она ждет в гости Оксану Никонову, которая исполняет обязанности руководителя регионального управления службы судебных приставов. Желаем удачи коллегам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова